Приветствую вас, и для начала мне бы очень хотелось проработать, а точнее более правильно, более тонко, более конкретно, наверное, даже. Определите с вами, что такое застенчивость, по вашему мнению. Потому что, видите ли, у застенчивости есть много проявлений, много признаков. Но эти признаки могут быть следствием совершенно разных причин, совершенно разных явлений, совершенно разных конфликтов в жизни человека и так далее. И прежде чем говорить о том, как побороть застенчивость, неплохо бы понять, хотя бы для себя, что есть застенчивость в вашем понимании. И тогда уже было бы несколько более ясно, о чем идет речь. Также неплохо было бы понять, что застенчивость, как точнее застенчивость, раскрывается у вас в вашем поведении. Потому что застенчивость, это может быть природная скромность. И скромность, то есть при уменьшении своих, например, достоинств, своих, например, заслуг, своих, например, каких-то положительных, сильных сторон и прочее. Это явление, которое, как бы, не рекомендуется побаивать. Потому что скромность есть черта характера. И она, эта скромность, является частью вас, частью вашего реактора, частью вашей личности. Ее убирать опасно, потому что скромность, если она в меру, если она не вовред вам, то это качество положительное. Это качество, которое можно совершенно однозначно назвать положительным и графическим человеком. Но вы говорите, что, по вашему мнению, застенчивость мешает вам построить отношения. Это означает, что мужчины чего-то от вас ждут, или могут ждать, или ждут. И вы, не имея возможности как-то удовлетворить их запрос, ну, вообще говоря, пытаетесь, или, скажем, лучше хотите, стать немножечко более раскованной, стать немножечко более свободной. Немножечко более свободной в поведении, немножечко более свободной в отношениях других мужчин и так далее. И, как вы, наверное, уже понимаете, что это не та самая скромность, о которой мы говорили в самом начале. Потому что получается так, что вам эта скромность-то уже вредит. А значит, это не графический вас признак. Это нечто не очень хорошее, это нечто не очень положительное, по крайней мере для вас. И следующая, следующая основная, как бы это сказать, причина, по которой может проявляться, застенчивость, это, конечно же, неуверенность в себе. Неуверенность в себе и в собственных силах. Может быть, комплексы, какие-то, может быть, сомнения, страхи и так далее. То есть, застенчивость в данном случае это симптом, признак, но не причина. А причина же строится в чем-то другом. Вот вы говорите, что вам эта расстенчивость не дает возможности строить отношения. Значит, если не дает строить отношения, то вы, получается, не можете проявить себя, как женщина. Ну, если вы пишите, что вам она именно мешает построить отношения. То есть, вы не можете грамотно преподнести и осознать свои слабые и сильные стороны. Вот с этим у вас проблема. С чем-то вы не уверены, с чего-то вы боитесь, а где-то у вас есть комплекс. И с этим нужно разбираться. Это нужно, по возможности, конечно, устранять. И тогда... Тогда застенчивость уйдет. Потому что, как вы, я надеюсь, понимаете, она не будет питаться. У нее перестанет наличие сухого. Первая причина. И тогда вам станет легче. Также можно посмотреть на проблемы застенчивости немножечко с другой стороны. И спросить вас, например, так. Вы себя, вот, какой хотели бы видеть? Какой вы хотели бы, чтобы вас воспринимали другие люди? И какая вы реально? И если вы хотите, чтобы вас воспринимали другой, отличный от той, которая есть сейчас, то нужно конкретно по пунктам выявлять то, те элементы, которые необходимо иметь для того, чтобы отвечать тем требованиям образа вас желаемой, вас идеальной. И тогда, я думаю, вы сможете свою застенчивость преодолеть. Не менее важно сказать о том, что не совсем понятно, как застенчивость именно мешает вам в построении отношений. То есть, если мужчина, например, считает, что вы должны быть более активны в своем проявлении, ну, например, то, простите, это дело, я бы сказал, дело вкуса. то есть, кому-то может нравиться поведение человека, кому-то, может быть, поведение человека не нравится, но вне зависимости от этого, если каким-то людям ваше поведение не нравится, что вы застенчивы, то это их проблема, это не ваша проблема. И еще раз скажем главное, что застенчивость, это такая, знаете, легкая скромность в поведении. Это такая легкая, знаете, легкая, легкая переадресация в сторону ваших, я бы даже сказал, не негативных, а нейтральных сторон. И это преуменьшение своих заслуг. Вот это застенчиво. Если же вы чувствуете, что вы хотите с людьми наладить отношения, но у вас не получается это сделать, то есть вы хотите, но не можете, то простите, тогда это не расстенчивость. Тогда это неуверенность в себе и заниженная самооценка. И видите ли, благоприятные обстоятельства для появления подобных характеристик у человека является детство, а именно детско-родительские отношения. И тогда, как я надеюсь вам сейчас становится очевидно, нужно рассматривать ваши отношения с родителями, чтобы что? Как вы думаете? Чтобы конечно же разобрать те негативные паттерны, чтобы выявить эти негативные паттерны, которые как раз-таки и стали основанием для образования у вас такого поведения? Еще раз повторю то, что сказал в самом начале. Нужно определить, что вы понимаете под застенчивостью. Нужно определить, как вы сами идентифицируете это застенчивость. Нужно определить, как люди индекатируют вам это застенчивость. Потому что, знаете, начать менять человека, начать меняться самой вам не то, чтобы легко, но вполне осуществимо. Но начав меняться, вы уже вполне можете, точнее, не сможете остановиться. и вот этого мне бы не хотелось. Вот это, на мой взгляд, является самым важным и самым опасным. И давайте мы попробуем все-таки избежать с вами подобных моментов. Потому что они нам ничего хорошего не сделают. Они не помогут нам. Они не дадут нам вообще говоря абсолютно ничего хорошего. Я надеюсь, что вы услышали мою мысль. Я надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделать его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи. Благодарю.